Что касается транспорта, то мы должны на самом понимании представить правильные образы. Если кто-то вас не слышал, был такой ученый английский, Джон Серл. Он изобрел магнитный двигатель, он не первый изобрел, но это известный ученый в кругах ученых, который сделал транспортное средство на основе электромагнита. С помощью этого генератора можно делать машины, которые работают на бесплатном топливе, то есть на электромагнитной энергии. Можно делать подшипники без износа, можно делать машину, которая не просто ездит, а летает. Наше средство передвижения как минимум должно быть основано на этом принципе. К этому нужно стремиться. Машины без колес, машины, которые летают. Еще на более высоком уровне человек может обладать качеством телепортации, чем и обладали многие из наших предков сколько-то тысяч лет назад, когда у них эти естественные способности были. То есть идеальный вариант, вариант бога человека – это умение телепортации, то есть умение перемещать себя и перемещать те предметы, которые ему необходимы. То есть те правильные образы, связанные с транспортом. Что касается телепортации, это вещь достаточно сложная, и в ближайшее время, конечно, нам это не сделать. Что касается электромагнитного двигателя, то есть если бы не, скажем так, мировое закулисье, то есть если бы не паразитическая система, которая проводит миром, то этот двигатель фактически уже изобретен. Вот таким вот двигатель должен быть. Я недавно видел в интернете президент Белоруссии Лукашенко как бы так очередной раз пожаловался на то, что в Белоруссии нет энергоресурсов, ну в частности газа, нефти, что вот Белоруссии тратят большое количество ресурсов на покупку этих, скажем так, топливных ресурсов. И поставил задачу как бы своим, типа ученым, разработать какой-то энергоноситель. То есть в общем-то разработать его уже особо не нужно, просто ее нужно взять. То есть эта информация, она есть в интернете, то есть этот двигатель, его можно найти в интернете. То есть эта схема достаточно простая, более того, на самом деле, изготовление электромагнитного двигателя, даже простейшего, ему не будем доходить очень далеко, просто основанного на качестве сильного магнита, даже без каких-то сложностей, оно намного дешевле бензинового двигателя, намного проще. То есть если бы те, кто производит современные машины, сталкивались от интересов людей, то есть сделать дешевый автомобиль из нержавеющей стали, который не будет ломаться и будет ездить практически вечно, то есть достаточно просто. Просто ту задачу, которую ставят современные корпорации, они не сочетаются с нашими интересами. То есть двигатели бесплатной энергии существуют, они достаточно просты. То есть вопрос пока, что никакой системе не удалось пока переломить сопротивление практически системы и это выпустить. То есть сейчас такие двигатели выпускаются единичными, к сожалению, экземплярами пока. Транспорт будущего вот для начала должен выглядеть как транспорт на основном на принципе электромагнита. Если на электромагните вы сделаете транспорт, то человечество сэкономит огромное количество ресурсов. И ресурсы не будут отниматься у природы, то есть по минимуму какому-то, совсем по минимуму, то есть ничего не будет выкачиваться. И человек, скажем так, не будет загрязнять окружающую природу и не будет только тратить ресурсов на поддерживание работы системы. Вот это транспорт будущего. Много разных есть полупроектов. Там двигатели на воде, двигатели на экотопливе, двигатели на опилках, двигатели на, не знаю, на чем еще. То есть вплоть до изобретения велосипеда, который едет по принципу паровоза. То есть я такое тоже видел в интернете, смех смехом, но вот вплоть до этого. Вам для вас очень важно простоально формировать мысли-образы, то, к чему вы должны стремиться. Эти мысли-образы, если вы их укрепляете в своем сознании, если вы передаете это окружающим, то есть если вы так это понимаете, вы будете так передавать это своим детям, то рано или поздно этот двигатель будет сделан, и на этом принципе мы будем ездить. То есть наши расходы на средства передвижения, наш комфорт, то есть наши, скажем, ресурсы, которые у нас есть, они будут расходоваться, во-первых, очень экономичные, и мы не будем разрушать природу. Что касается нашего средства передвижения, а это может быть и транспорт наземный, это могут быть и самолеты по этому принципу могут строиться. Вот я бы такой образ создал. Что касается каких-то еще систем, я со всеми системами не знаком, я посмотрю, что такое струнная система, да, но вот если говорить так про реалии, то это достаточно реально и достаточно просто. Ну, на самом деле, если вы предприниматель, у вас есть деньги, у вас есть власть, это сделать достаточно просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!